здравствуйте уважаемые зрители канала про цветок меня зовут дмитрий я садовник и владелец личного подсобного хозяйства и сегодня поговорим о такой немаловажной проблеме при выращивании рассады и комнатных цветов как мошки в первую очередь это грибные комарики или как их еще называют сциариды сами насекомые в принципе не так уж и вредны для растений однако их личинки могут подгрызать корни рассады и домашних цветов и так какие же надежные способы для борьбы с данным вредителем существует первый способ это применение химических препаратов самый надежный способ по мнению многих садоводов и цветоводов это применение препарата актора раствором данного препарата обрабатывают растения а также использует раствор для полива рассады и комнатных цветов для приготовления рабочего раствора для полива понадобится 1 грамм акторы на 10 литров воды данным раствором можно поливать домашние растения цветы и различную рассаду для обработки растений по листу используют раствор в более сильной концентрации понадобится 4 грамма акторы на 5 литров воды это вот такой вот пакетик 4 грамма его достаточно для обработки для борьбы с вредителем можно применять и многие биопрепараты это в первую очередь метаризиум и баверия данные биопрепараты можно вносить в сухом виде или использовать для приготовления водного раствора и затем данным раствором поливать рассаду для приготовления рабочего раствора понадобится всего 1 чайная ложка на 10 литров воды если же вы используете данные биопрепараты для внесения в почву то об этом нужно позаботиться за благовременно биопрепараты вносят в почву примерно за 2-3 недели до момента посева либо пикировки рассады это нужно для того чтобы грибы активизировались в почве и надежно защищали растения от вредителей кроме того метаризиум может защищать растения не только от вредителей но от различных патогенов на 10 литров грунта понадобится примерно 1-2 чайные ложки препарата метаризиум и баверию можно вносить и совместно конкуренции ник никакой не будет и данные биопрепараты защитят растения от вредителей уберечь растения от царит от грибных комариков могут и простые агротехнические приемы в первую очередь нужно следить за поливом не следует слишком перевлажнять грунт особенно верхний слой почвы для того чтобы верхний слой почвы оставался сухим нужно проводить нижний полив для этого наливаем воду в поддон и ставим туда стаканчики через дренажное отверстие рассада будет потреблять необходимое количество влаги а верхний слой при этом будет оставаться сухим в итоге вредителя существенно будет меньше появление царит может спровоцировать также подкормка в первую очередь это подкормки натуральными удобрениями такими как настой куриного помета навоза либо настой банановой кожуры царитам очень нравятся данные компоненты и они с удовольствием слетаются и размножаются при подкормке такими удобрениями однако есть натуральные подкормки которые царитам не нравятся в первую очередь это настой луковой шелухи для приготовления настоя понадобится 50 грамм луковой шелухи на 1 литр воды настаиваем данный раствор двое-трое суток затем получается маточный раствор понадобится пол литра маточного настоя на два с половиной литра воды данным настоем поливаем рассаду настой луковой шелухи не только отпугнет вредителей, но и послужит отличной подкормкой для нашей рассады и домашних цветов. Личинки вредителей находятся в почве, однако по всей квартире летают маленькие мошки. Это не самая приятная картина. Чтобы избавиться от мошек, можно использовать обычные липучки от мух. Их нужно развесить около окон, где стоят растения. В итоге мушки будут прилипать к данным лентам и существенно уменьшится количество вредителей. А значит, вредители будут меньше откладывать личинок в почву и рассада будет в меньшей степени страдать. Грибные комарики, сцеориды, не самые опасные вредители для рассады и растений. Однако их личинки, если не предпринимать никаких мер, могут погубить наше растение. Поэтому в обязательном порядке проводите борьбу с данным вредителем, чтобы ваши рассады и растения были здоровыми и порадовали вас урожаем этим летом. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч!